ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Ну что ж, возвращаемся. Мы, возможно, на последнюю карту этого противостояния. Это Best of 3 серия. Играют команды LQ и Alternate Attacks. И это квалификация на StarLadder. Открытые европейские квалификации на StarSeries. И третий сезон. Мы можем нырять прямиком в игру, потому что пики и баны уже стартовали. С вами, кстати, Inverna и Fever. Да, именно не Inverna и Fever, а Inverna и Fever. Не путайте. Мы понимаем, что это сложно, это очень непросто, но попробуйте не перепутать нас. Кстати, насчет открытых квалификаций. Каждый из вас имеет возможность присоединиться к ним, потому что это только первая открытая квала, будет еще вторая впереди, если не ошибаюсь, числа 30-го. Поэтому не стесняйтесь, регистрируйтесь, собирайте своих друзей. Кто знает, может быть, именно вы станете участником нового этапа StarSeries. Да, у нас Viver, у нас Juggernaut, Timbersoul на пиках. И Underlord, герой, который уже сегодня появлялся, герой, которого уже сегодня брали LQ, играл на нем FANIC и отыграл достаточно хорошо. Да, была там парочка эффектных моментов, особенно когда они пушили хайграунд, и вот уже спушили бараки, и уже кажется, что все, сейчас резнувшиеся герои их убьют, но нет, FANIC остает ультимейт и всех забирает с собой домой. Это было красиво. Viver мы тоже видели в исполнении Sunlight, и сегодня, и вчера. Вот прошлую игру вообще искрометно он отыграл на этом герое, очень много имел, очень хорошо фармил, и со своей задачей справился на отлично. Juggernaut, Timber, герои, которых мы тоже наблюдали сегодня, правда, в исполнении других команд, разве что Jugger в прошлой игре видели этот Alternate, четкие такие, универсальные, нормальные ребята, пока без сюрпризов. Да, причем забанили Enigma, очень интересный бан вообще от команды Alternate. Неужели играют Enigma LQ? Может быть, просто Alternate не планирует пикать станы? Ну, да, тогда имеет смысл, наверное. Хотя, вот, хороший герой. Мне хотелось бы очень посмотреть на Enigma в действии в новом патче, потому что все-таки 15% кулдауна. На самом деле, я раскрыла секрет, почему была забанена Enigma, потому что Рубика забанили LQ, и всегда этот бан напрашивается на то, что оппонент, возможно, хочет взять себе Enigma. Шейкер. Вот Шейкера мы не наблюдали, не сегодня, в принципе, я очень давно не наблюдала Шейкера. Хороший герой. Да, последний раз Шейкера в Competitive, ну, возможно, он был, просто не попался именно на мой взор. Ну, знаешь, как минимум он не популярен, то есть даже если он встречается, это какие-то редкие одиночные случаи. Было время, когда Шейкер был суперметовым героем, почему использовали его именно как роаминг. Я прям помню этого Санейка на Шейкере. Да, было такое. Ну, последний Шейкер, которого помню я, это Boston Manager, играл на нем Maybe Next Time, и он там царил и божил. Ну, кстати, Шейкер такой, знаешь, как сказать, эффектный герой, в том плане, что на нем можно делать красивые мувы. Как какие-то, это дело даже не в красивом каком-то эхо-слэме, да, в стиле, я не знаю, в стиле Интернешнл пятого, но и банально фиссуру красивую дать, вот серьезно, просто положить красивую фиссуру и все. Лежит себе красиво, и ты не можешь такое пройти через нее. Да, да, и там выигрываешь момент. Да, пока что задумались, кого взять на третий пик игроки команды LQ, но берут игрмага. У игрмаг, судя по всему, четверка, которая будет пустить вивера. Ну, вообще, кстати, я хотел предположить вначале то, что это вивер, может быть, не факт, но может быть четвертой позиции, потому что сейчас это активно используют и этим играют, но после появления игрмага уже понятно, что это не так. Слушай, ну, не знаю, у меня все-таки Блава больше ассоциируется с такими героями, которые идут вперед на пролом. Вивер, он такой больше, такой интеллигентный саб, который стоит где-то сбоку, готовится дать свой ганимный ультимейт на кого-то, спасти, там, знаешь, позиционочку держит. А поначалу с Никки такой где-то бегает. А Блава, он просто, вот эта вот вся инвизная фигня, она не для него, понимаешь? Кстати, берут сайленсера, да, Огрмаг вообще, он подходит ему, берут сайленсера. Ты вообще Блавуша забыл, как он выглядит. Я помню, как он выглядит. Разве, ну, он, ему не подходит, короче. Мне все интересно, кто выше ростом, Блава или Пупей? Я слишком давно видела Пупея, мне трудно сравнивать. Вот. Поэтому, да, Огрмаг. Сайленсер, интересно, это сайленсер, который будет пятеркой, или это сайленсер, который будет двойкой? Потому что сайленсер, он, опять же, хорош, он бафнут, он нереально славит. И вообще кучу дискомфорта доставляет, опять же, как на стадии лейнинга, так и по игре в каких-то тимфайтерах. Забанный липак, они верят, что это будет соло-мид сайленсер. Скандал играет на сайленсере, как думаешь? Я думаю, что ты не думаешь, ты знаешь. Я думаю, играет. Понятное дело, что это не герой из списка фаворитов, не герой из списка сигнатурных, но проблем в исполнении сайленсера возникнуть не должно. Хускара забанили, кстати, предусмотрительно. Появился дазл, и это может намекать нам так ненавязчиво намекать на то, что может быть Хускар, тем более, когда не хватает героя либо в центр, либо в легкую. Да, тем более, когда, в принципе, альтернет не такой ситуации, когда нужно идти ва-банк, когда можно пойти на риск, когда можно сыграть, что называется, на тоненького, потому что это решающая карта для них. Если они его проигрывают, то они могут уже регистрироваться на вторую открытую квалификацию. Шторм Спирит в мид — это сайленсер пятой позиции. Все-таки будет. Ну что, на шторма нужен какой-то дополнительный контроль, потому что одним шейкером ты не отделаешься здесь. Шторм чем хорош? Он, когда соберет свой орхид, он будет вырваться на дазла и просто вообще с этой карты его стирать. И драка будет начинаться 4 на 5 без грейвов. Ну, видишь, тут еще есть такой план B, даже когда не будет сайленса у шторма, сайленс будет у сайленсера, прошу прощения за тавтологию. И дазл тоже может себя чувствовать бесполезным. Да, тоже есть такое. Ну, под глобал — это хороший вообще врыв. Ну, мне нравится. Мне нравится Pickle Q, мне нравится Underlord, если все будет так, как было в предыдущей игре с Underlord. Чем же ответит Alternate? Мне кажется, что они действительно хотели брать Husqara, но сейчас это прочитали LQ, что-то пошло не по плану, и нужно придумать какую-то альтернативу. На то они и Alternate, чтобы искать альтернативу. Да-да-да, только хотел об этом как-то подвести к этому, но ты меня опередила. Вот он, тимплей, понимаешь? Е-е-е. Ну что ж. Ну-ка. Последний пик. Как же они долго думают. Это ДК. Ну, ДК, в принципе, хороший герой, но, опять же, это герой, который требует... Вот нельзя любого парня посадить на ДК и ждать, что он сыграет на нем хорошо. ДК — это герой, который требует какого-то опыта игры на нем, который требует чутья какого-то специфического. Вот неоднократно мы это видели, и на компетенте в сцене тоже, что какой-то Нун раздает кучу урона на этом ДК, выигрывает драки в соло. Он прям в ярко выраженного керри перевоплощается уже в мидгейме. Но и видели мы кучу ДК, которые бегают, не знаю, как саппорты четвертой позиции с какими-то алибардами, много импакта в драку вынести не могут, и просто чувствуют себя потерянными. Ну вот, очень яркий пример, кстати, ты привела с Нуном, и можно привести как обратную сторону медали — это Ана, который собирает на этом ДК. Он очень любит, например, Худ, такие вот артефакты больше на ДФ. И как только, допустим, его начинают щемить, постоянно он находится под опекой саппортов. Например, если взять пример Нуна на ДК, и к нему может приходить соло на угрымаге, поохранять его там где-то, помочь, но потом он, в принципе, довольно самодостаточный, оказывается. Ну, опять же, не стоит это все списывать на специфику игрового стиля, на отсутствие опыта у игроков. Разумеется, стоит сделать ремарку, что во многом это зависит от игрового стиля команды. И что очень часто ДК, который является не тащилой, а просто таким жирненьким кусочком героя, это требование команды, и... Ну, да, да, да. ...ничего не поделать. Тем более лайнапы, матчапы, все... И всякие другие умные слова, которые... Да. ...которые нам известны. Которые завещали не использовать нам. Да. Мы за них уже расплатились. Приседаниями и отжиманиями в свое время. Ну что ж, забираются руны, причем не стали идти отжимать руны LQ, а, судя по предыдущим игр, монета любят делать. Ну и решили, видимо, более пассивно сыграть, потому что сейчас очень... Вот конкретно на первом левле тот сетап, который есть, альтернейт, он очень мощный. И с ним сталкиваться, наверное, не очень хочется, потому что... Не знаю, там тот же Шторм, наверное, не так уж серьезно в первом уровне. Блавату уже вовсю готов гонять нишу. Да, Блавату-то сел. В принципе, не изменяют игроки команды LQ. Вот тому игровому стилю, который задали вообще, в принципе, все. Ну, то есть то, что Огр приходит в миде, гоняет именно вражеского героя в центре. Это, в принципе, дефолт. На топе у нас трипла. Рейдинг решили выставить триплу. Снова Экзотик Дир играет на Джиггернауте. Почему-то на секунду захотел его мне Найт назвать, потому что его мне слэш. Логично, да? Ну, вивер — это не совсем тот герой, который боится триплу. Особенно триплу, у которого из контроля один только шейкер. Да, к тому же, опять же, скрин играет на том герое, который против триплы тоже хорош, потому что это кирса, которую он накидывает сразу на всех оппонентов. Она очень хорошо замедляет, очень хорошо выжигает. На первом левеле, конечно, не столь эффективно, но левел будет на, поцелевел будет подниматься. Хорошая фиссура, перекрыли скрина. Скрин проедает себе путь с тангусом и выживает. Санлайт. Пытается раздать дэмэдж Экзотик Диру. Есть курса, блава. Потратил уже Игнайт, но здесь будет погибать Экзотик Дир. Очень приятный ферстблат. Во-первых, всегда хорошо сделать ферстблат. Во-вторых, всегда хорошо, когда его забирает керри. В-третьих, он, собственно, на керри — герой вражеской команды. Вот трипла, вот, нельзя, чтобы так играл трипла. Трипла приходит, собственно, на сложную, чтобы убивать людей. Но здесь данное решение мне было, честно говоря, непонятно со старта. Потому что контроля на вивера слишком мало, а на вивера контроль нужен. Вот то, что мы говорили, то, что игроки пока не повыкли к тому, что крипы не сбивают им фласки и ботлы. Роман вроде запомнил. Я уж на секунду подумала, куда же ты идешь? Мимо крипа на тебе фласка, тебя крип бьет. Да, там вроде бы у Санлайта все нормально. Оставили его в соло стоять. Там на подстраховке имеется скрин. Скандал заходит на нишу. Знаешь, возможно, в этом была какая-то ставка. В этом была причина, почему они решили пойти агрессивной треплой. Потому что понимали, что Огр, он будет ромить по большей части, нежели там стоять в топе. Немножко, кстати, пострадал Санлайт. И остался с малым запасом здоровья. У него из регена имеются только тангусы, которые будут восстанавливать его слишком медленно. Но и Даззл также восполняет. Вот мы видим возле своего шрайна здоровье себя. Суппорты команды Альтернейт. Юзается Смоук. Кейсор уже пошел. Очень агрессивно спускается скандал на лоу-граунд. Его за это будут наказывать. Нельзя так стоять, когда вражеских сапов не видно на карте. Причем у него там имеется вард, скандала перекрыли фиссурой. Ну вернее как, перекрыли как раз таки фиссурой игроков команды Альтернейт. Скандал выживет ли? Там Пойзон Тач висит и все-таки добивает Шторм Спирита. Прилетает Блава. Но даже если бы он перетянулся пораньше, я думаю, что ничем бы не смог подсерить. Не, возможно он бы как-то замедлил Шейкера, бодиблочил его. Это финальная тычка, она бы не влетела все-таки. Там Пойзон Тач висел, он бы добил просто. Он же Пойзон слабенький, например. А там слишком хп мало было. Ну мне кажется, просто добил бы реально Пойзон. Просто вот единственное, что, как я это вижу, мог бы перетянуть Соблова и мог бы развернуться, собственно, Роман, да, и побить кого-то из вражеских героев и убить Шейкера. Ну да, в этом случае можно было бы рассчитывать на размен. В любом случае здесь была ошибка от скандала, потому что, повторюсь, когда ты не располагаешь информацией о местоположении вражеских саппортов, вот так вот агрессивно спускаться на лоу-граунд, конечно, не вариант. Так, ну, Санлайт. Санлайта оставили в покое пока что, потому что вражеские саппорты перетягивались. И Экзотик Дир на 11 на 3 имеет Крипстат. Это маловато. Это маловато. Это та цена, которую платит его команда за то, что решила прийти в агрессивную Триплу. Но в любом случае Джагернаут тот герой, у которого есть камбэк-потенциал, который может в какой-то момент свалить в лес, пофармить. Поэтому не все потеряно для Альтернейт, и их кэри еще может камбэкнуться неплохо. Ундерлорд. На Фанника нападают, перекрывают фиссурой, но закрывают не до конца. Да, Чакрам влетает, у Фанника есть стики, есть также фласочка. Очень толстый вообще, в принципе, сам по себе андерлорд. Фанник отпивается флаской, пытается мансить. Мансит очень качественно, но Тимбер очень больно пробивает сварлинг-дес. А вот был бы сейчас телепорт какой-то в бот. Здесь бы точно забирали героев, точно был бы какой-то размен. Да, но там разбираются с Шейкером, поэтому и не было, собственно, этого телепорта. Вернее, с ДК разбираются, поэтому и не было телепорта. Ну, что поделать. Будем считать, что это был достойный размен. Хотя преимущество здесь, конечно... А, не зафиксировал файт-рекэп, убийство ДК. Поэтому и нет преимущества. Ну, а я и не открывал файт-рекэп, собственно. Нет, я у себя открыла, и очень поздно. Топ-сервить иногда дается очень тяжело. Возвращается скандал на мид, подрегенившись около колодца. Вообще, Драгон Найт и Шторм очень скучные матча. Тем временем умирает на вражеской руне Скрин. Видимо, хотел он... Ну да, видимо, хотел он то ли завардить, то ли украсть руну. Ну, где-то там, в ее районе, он погибает. Безумные слэша с ним разобрались. И руну охраняет дазл для ниши. Ниша себе забирает руну иллюзий. Кстати, весьма неплохая руна для ДК, если вы собрались где-то подкушать. Скрин в смоке находится. Опять попытка вардинга, что ли, будет от него? Ну, наверное, попытается обойти Драгон Найта и забрать вместе с Супермагом. Но он сейчас заревелит вражеских героев, и у него могут быть проблемы, потому что его очень сильно будет словить. Да, фисурка. Да, зол. Да. Вторая подряд смерть для скрина, и всего он умер за эту игру. А, так, это всего-то для смерти и было. Сантряк не достает, и вот то, что... Ну, то, о чем мы говорили. Руна иллюзий, и ниша начинает напрягать Т1 вышку в миде. Правда, вышка фулловая, ее особо не подопрягаешь сейчас. А где? Скандал потерял хп? Видимо, лес фармил. Оставил линию для Блавы, чтобы тот получил опыт. Ну, и тот, собственно, опыт свой и получил. Да, уже практически пятый уровень у него. Конечно, в теории, роминг-саппорты в этой миде могут гораздо бодрее получать опыт, но вот имеем то, что имеем. А тут нападение на фаника, но здесь фаник без вариантов, потому что, во-первых, его перекрыли фиссурой, а во-вторых, здесь просто четыре героя. Как-то не собрано, мне кажется, сейчас играют LQ, потому что ноль помощи, как говорится. Недостаточно каких-то сейф-телепортов мы наблюдаем, недостаточно именно каких-то действий, которые должны предугадывать атаки соперника. Нет такого, что за спиной героя, на которого потенциально могут напасть, стоит какой-то огрмак. Просто в прошлых играх инициатива исходила от самих LQ, и вот эта вот активность, она как раз-таки... Ну, они ее делали, да? А здесь мы видим, альтернейт инициативничают, альтернейт активничают, а LQ, в свою очередь, стараются играть пассивно. Но мы видим, насколько это им не идет. Скрин умирает на топе, 30 из вражеских героев, Санлайт, наверное, никого не сможет убивать. Я все-таки попытаюсь. Шейкера можно. Попытаюсь, он ходит на шейкера, да. Вот чуть-чуть не успевает димбер активировать шрайн, еще немножко, и он бы зарегенил полностью своего саппорта. Да, но пока что дела хорошо идут вот у Санлайта. У него топовый нетворс, кстати, так же, как и у Скандала. Возможно, такая пассивность — это часть какого-то плана. Может быть. Набирают свое, тем более Шторм нынче, он используется не как инициатор. Посмотри, он не качает вортекс, он все-таки больше на фарм, на какую-то пассивную игру рассчитан. Обратите внимание на вардинг. Обе команды очень агрессивно вардят. Если LQ, они завардили полностью верхнюю часть карты, у них бермузский треугольник, да, то симметричные варды на вражеской половине стоят у Team Alternate. Ну, забирают скрин баунтируну. Четвертый уровень — очень маленький уровень у Сайленсера. Ему нужно что-то срочно с этим делать. Я думаю, что причина кроется, наверное, в том, что Сайленсер — это не тот герой, которым можно погангать, например, да, походить. Вот как это делал Скрин, будучи Рубиком тем же. Да, Сайленсер — он тоже такой пассивный герой. Вот я прям припоминаю, знаешь, эти моменты, когда играешь на Сайленсере, на саппорте, и ты просто чувствуешь себя таким немощным, потому что ты не плеймейкер, ты не можешь сам ничего сделать. Ты вынужден под кого-то подстраиваться, максимум где-то помочь, и то ты в этом не самый эффективный игрок в верлигейме. Кого-то защищать. Тут Ниша нападает на Скандала, у него есть Драгонформа, но Скандалу приходится отходить. Он потерял такое приличное количество здоровья. Кейсер идет и встретится здесь с Блавой. Блава почти шестой. Ну, кстати, у Блавы уже шестой он с Баллотерона получает, у Блавы все получше с уровнем, чем, например, у Шейкера. Если сравнивать Дазла и Сайленсера, конечно, результаты налицо. Да, правда, разница не такая же значительная. Едва-едва получил пятый Дазл, а у Сайленсера уже практически пятый, так что разница слишком много практически и фактически. Ну, в смысле в том, что разница в уровень. Меньше, чем в уровень. Да, Андерлорд. Пока что ставили его в покое. У Фаника уже есть Аркана, есть Хадреска, будет скоро совсем Мека. В засаде сидит Шейкер, да, готовится прикрывать Фаника, но пока что в удачном моменте он меня поймал. Ну, здесь сражается героический Санлайт с Тимбером, но Тимбер слишком жертвый. На него нужен магический прокаст. Здесь есть, в принципе, Блава, но нужна помощь. И вот она идет. Помощь в лице Скандала и Скрина. У Скрина, кстати, замакшенная курса, что против Тимбера очень хорошо. Подтягивается сюда также ДК со стороны команды Альтернейт. Стан на Скрина. Дабыл Джинни телепорт, так что он будет умирать однозначно. Напал ниша тем временем на Скрина, и Скрин будет умирать, к сожалению. Здесь же Шейкер, он спасает своего тиммейта, и Хаслэма у него пока нет. А зашел так эффектно, будто есть. Здесь же Дазл, уже драка 3 на 3. Да, но у Скандала есть мана, и можно дальше врываться. Правда, задувка от ДК не дает этого сделать. Санлайт очень больно ему, уже проюзан ультимейт. Хорошая... Нет, плохая фиссура от Шейкера, потому что она не перекрыла. Скандал все-таки успел уйти, вернее, Санлайта. А Скандал притянул вортексом Кейсера и отходит. У него нет маны, Экзотик Дир крутится, Омни Слэш, разделяет дэмэдж Блава, но этого недостаточно. Скандал все-таки умирает. Прилетает сюда Скрин, оказывается в окружении четверых игроков, его моментально сдувают. Есть клетка от Андерлорда, и здесь Андерлорд совершает даблкил. И ниша остался один, хотя приходит сюда Тимбер, и можно уже убивать Фаника. Это будет минус Фаник, который находился в стане от ДК. Какие размены? В главу тем временем он каким-то чудом забирает экзотик Дир, все-таки он догорает, по всей видимости. Не хватало очень Фаника в драке, то есть за то время, что Скрин успел умереть два раза, Фаник не успел даже прилететь в тимфайт, и да, это было грустно. Ну, размен в пользу команды Альтернаит сейчас, хотя тоже немного золота получили и игроки ЛК. Скандал-то времени уже в боте, фармит, пытается добрать свой Бладстоун. Уже после Бладстоуна будет Шторм играть более активно, будет сноуборить, будет и фармить быстрее, и гораздо увереннее чувствует себя в тимфайтах. Но пока этого не происходит, и приходится довольствоваться драками и скрипами. Скрин опять подставляется, уже волнуясь за него. Уже пять раз он умер за эту игру, причем не самым лучшим образом. Скандал нападает на Тазу, даже успевает поражать Грейв, но он гниет под многочисленными дебафами от Скрина, и Скрин зарабатывает еще две инты в копилку. Приходит сюда Санлайт, у Шейкера есть Эхо Слэм, поэтому нужно быть осторожнее Кириллу. Эхо Слэм используется на Шторм Спирита, Шейкер будет погибать. Не успевает выдать фиссуру, и это, кстати, может стать очень важным фактором. Разваливается Хилинг Вард, погоня за Экзотик Диром, фуловая Скандал и Санлайт по ХП. Прилетает сюда Тимбер, кидает Чакрам, и распиливает все-таки Санлайта вместе с ДК. У Скандала нет маны. Он тоже не может уйти, прожимает стики, но слишком поздно, потому что уже догнал его Тимбер. Посмотрим, что за размен такой, в чем пользу. Все-таки он в пользу по золоту команды LQ. И, кстати, если раньше были какие-то внушительные разрывы, типа 5-2 по началу, потом 10-6 по киллам, то сейчас 13-10 более-менее равная игра. Хотя на первый взгляд казалось, что да. По графикам, в принципе, можно понять, что действительно все довольно ровно. У Фанника есть уже Мека, есть Арканы. Ну, это только усиляет потенциальный тимфайт команды LQ. И я верю, что рано или поздно они все-таки перейдут к тому, чтобы действовать вместе, а не просто отдаваться на каких-то гангах своим врагам или еще интереснее конвейер устраивать. Драгонайт с Армлетом разбивает Т1 в вышку. Заканчивается у него Драгонформа. Санлайт делает себе манта-стайл. А нет, а линку он себе делает. Да, прошу прощения. Сейчас надо быть, из чего собирается манта и линка. Перепутать, вернее. Конечно же, линку. Я просто хотел сказать, что это странно. Санлайт находит Шейкер и Дабл-Джи, которые проюзали здесь Шарайн. Но Санлайт хочет разобраться все-таки с Кейсером. Кейсер не попал тотемом. Будет погибать Шейкер. И с Тимбером тоже можно разговаривать уже. Он потерял очень много здоровья. Санлайт дальше. Здесь Сифт-П, да, за мало смысла давить с героем, которого закреивают в конечном итоге. Кстати, все плохо. Ускрина. Да, ускрина. Да, все плохо. Я хотел сказать, что у Империи очень спорно... Вот у Империи, понимаешь, да, все? Да. У Империи 2012 года очень спорная ситуация. Не только по скору, по фрагам, но также и по добра. Санлайт подрежет Санлайт. Это 900 золота. Интересно, что было в Курьере. Если бы у меня после выхода патча не сбились бинды, мы бы обязательно об этом угнали. Вы бы узнали об этом, да? Да. Увы и ах. Ниша здесь погибает после Граева. Санлайт подрезал Курьера, подрезал Шейкера, подрезал Курьера, подрезал Дазла. То есть он сравнял всех по уровню с Курьером, именно саппортов фражеской команды. По крайней мере, для Санлайта это не проблема. Сейчас Джиггернаут имеет Доминатор, имеет Фейзы. 15-12 общий счет в пользу команды Альтернейт. И графики медленно-наверно двигаются в сторону LQ. Уже просто кардиограмма там какая-то нереальная. О, слышны звуки глобала. Это значит, что где-то, наверное, драка на боте. Это была драка на боте, но в миде забрали Вивера. Ну, просто глобал давался раньше, чем к Виверу пришли, поэтому можно судить о том, что глобал все-таки давался, чтобы убить Тимбера и Шейкера. Ну, не хватило демеджа. Да. У скандала есть Аркейн, руна, правда, слишком мало маны. И ХП, Фаник, пока что пытается откидываться в Айршторм. В принципе, если проезжает руну, прожмет Арканы, это пьется, то более-менее воевать сможет. Просто воевать сейчас в меньшинстве опять не самая лучшая идея для LQ. Просто под Волком, Джиггернаут с Доминатора себе приручил Волка, и под Волком, под Хилингвардом драться очень тяжело команде LQ. Замахнулся своим ножом, попытался задинать вышку, но у него ничего не вышло. Бладстоун имеется у Шторм Спирита. По Нетворсам ситуация следующая. Три кор-героя команды Альтернет Атака занимаются, собственно, Бедестал. Дальше следуют три кор-героя команды LQ и Блава. Вечно он где-нибудь любит затесаться среди кор-героев с им Нетворсом. Ну, Скандал более-менее выбивается сейчас на третьем месте. У него уже есть Бладстоун. У него есть по-прежнему Аркан Руна. То есть сейчас можно пытаться кого-то гангать, можно на кого-то врываться, заряжать Бладстоуны и тем самым увеличивать Сноубэл-эффект, к которому предрасположен Шторм. Да, у Фанника есть Гардиан Грифс. Есть тысяча сверху. Опять же, Грифс это отличный повод для того, чтобы пойти хорошо подраться. Правда, сейчас ультимейт Саленсера в кулдауне. Скандал. Влетает наш Шейкера. Он до этого и так потерял слишком много здоровья, Шейкер, поэтому очень легко дался. Он Шторм Спириту. Ну и дальше можно на нишу. Он, конечно, повесит Грейф на себя, попытается уйти. Конечно же, ему не дадут этого сделать. Есть хороший пит от Фанника. И Тимберсоу также отправляется в таверну. И еще Экзотик Дир здесь есть. И есть Глобал Сайленс от Скрена. Можно преследовать Джиггернаута, но нет маны у Шторма. Это самое важное. И Шторм не может полететь и зацепить. Да и Вортоx тоже. Ну что, 3-0. В принципе, первый такой удачный размен за долгое время для команды LQ. И, наконец-то, начинают падать вышки не только у Дайер, но и у Рейдент. 16-15 счет. Как я уже говорила, практически равный теперь. Скрин опять геройств отходит где-то во вражеском лесу один. Ну, кстати, у Скрена есть уже 10 интеллекта ворованного. И Шторм немного зарядил свой Бладстоун, что не может не радовать. Кстати, опять же, делаю акцент на вардинге. Обе команды вообще не имеют защитных вардов. Обрати внимание. Да, тут тройка агрессивных вардов. Да, по памяти просто соединяю линии. И сейчас собираются LQ для того, чтобы спушить последний этот один тавер, который находится на нижней линии. И я думаю, этот тавер без проблем упадет. И Вер добивает его. Минута остается до Global Silence, но, видимо, его не придется использовать, потому что Defit Alternate не намерены. Они собираются меняться вышками. Уже половина хп у Тавер Дайр и примерно столько же у Тавер Рейден. То есть, размен полноценный. Да, ну, с ДК... Опять красивый ультимейт. Ультимейт андерлорда. Эх, Скрин, ты чего? Ты куда? А Скрин вышел из ультимейта андерлорда. Ему приходится лететь с телепорта на базу. Тут, тем временем, начинается драка. Ниша. Очень больно ему. Но есть у Дазла Грейв. Не стоит об этом забывать. Летает пила Тимберсу. Но у Ниши форма должна кончаться скорость. Я правильно помню. Да, у него меньше половины времени действия формы осталось. Ну, еще можно. Еще можно полетать под хилинг вардом, поиграть армалетом. Очень и без того жирные герои команды Альтернейт, так и еще и хилинг вард, который восстанавливает здоровье в процентах. Не поняла я мува Скрина здесь, если честно. То есть я подумала на секунду, может быть, он осознанно вышел из ультимейта фаника, потому что... Как я слышу звуки врывок. Нет, это волк. Потому что я думала, он осознанно вышел. Может быть, какой-то вард поставить хотел. Ну, знаешь, что-то сделать здесь, в лесу уражеском, и уже потом прилететь со своей телепорта на дуру. Ну, он поставил, только непонятно. Но он поставил его раньше, чем... Нет, он поставил раньше. Он поставил раньше, да. То есть, как говорил классик, сложно, сложно, ничего непонятно. Да. Блаба. Находит руну инвиза. У шейкера появляется блинг. Вот это может стать переломным моментом, на самом-то деле. Потому что, как мы видели, ну, вот сейчас запрыгивает с блинка, есть ультимейта санлайта, также фиссурка глобал, дает возможность санлайту уйти и восстановить себе полное здоровье. Но санлайт решил подраться с шейкером, там тем временем разобрались. Хотел сказать, не волнуйся, я это показывала, потом вспомнила, что мой экран не видит. Да. Ну, было бы круто. Но санлайт все-таки шейкера убил. И с телепорта улетает домой, предварительно провязавший кучи. Да, так можно делать. Санлайт живет, умирает джаггернаут. Это отличный повод для команды ЛК, чтобы спушить еще одну вышку, побороться за еще один объектив. Перепортирует стимбер, будет пытаться сейчас отпушить, его поднякивает тут и скандал, у него висит керс. А урон-то не хватает, чтобы убить этого жирного героя. Да, и тут еще не менее жирный ДК. Фаник опять забирает всех с ультимейта, заходит сюда. Заходят туда все, кроме скрина. Скрин остается опять-таки один, но может попробовать как-то добить Даззла, но здесь слишком много героев. Потому что скрин не дезертирует, понимаешь? Он до последнего на поле боя. Ну, Даззл может и погибнуть. Нет, 5 хп! 5 хп остается у Ninja 777. Вот так вот. Оказался, Сайленсер отрезан деревьями там, и героями от ультимейта Андерлорда, и не получилось его забрать. В этот раз просто реально не получилось. Вот в чем опять же фишка ультимейта Андерлорда. Да, возможно, гипотетически, во многих ситуациях герои сами могут делать тэп-ауты, и ты такой имбовости уже не наблюдаешь в этой ульте. Но это позволяет им быстро возвращаться в игру, банально прилететь линию распушить после ультимейта Андерлорда со своего родного ТП. Это очень сильно. Рошан падает в пользу команды Alternate, забирает его Exotic Deer. У него так-то все не очень плохо, учитывая саму точный старт. Там ставится Сентряк, Сенлайт оказывается ответ. На Фанника нападают, Фанник, скорее всего, будет умирать. Не помогает ему Кримсингвард, который он собрал. Его пробивают очень сильно, он долго живет, но этого мало. Да, отрезали Фисуркой немного Сенлайта, ему пришлось там оббегать, но, кстати, Сенлайт он не отчаивается. Он Крипскипит и не дает вражеским Крипам пройти вообще, в принципе, куда-либо, потому что он открывает. Скандал, ты временем сплитпушит. Разумеется, лучше на эту роль подошел бы Сенлайт, но он не на той позиции, вернее, не в той позиции на карте. А Пушем уже будут заниматься Alternate, у них есть Aegis, у них есть абсолютно все для удачного файта, а у ЛКЮ пока этого нет, потому что у них банально в таверне Pitlord. Да, но он будет в таверне еще недолго. Скандал понимает, понимает, что деф активного сейчас не будет и пытается максимально много урона нанести вражеским зданием на боте. Возможно, потеряют даже Т3, а возможно, даже и сторону, потому что бараки начинают падать. Уже есть Fire Blast. Глава кидает, раскидывает Ignite. Да, падает один барак, второй барак не стали добивать. Кейсер может погибнуть. Есть Курса на Кейсере, ну и Fire Blast там заканчивается дело. Ну и, кстати, обратите внимание, да, ультимейт от Pitlord. Есть Глобал на Драгонайта, и, кстати, Ниша может погибнуть. Ультимейт хороший от Сын Шейкера, да, по-троим заходит и хоронит скандала, но скандал очень быстро. Рестница с Бладстоуна, Фаник тем временем разбирается с Шейкером, умирает сам. Ну и нужно отходить, наверное, команде LQ, скрин на Драгонайта, его сейвят Грейвом. А если у Дазла нет маны на хилл, и ДК может погибнуть, но нет, сыграл Армалетом и выжил Ниша, а тем временем Blow Your Brain умирает. Но также Сенлайт разбирается и с Тимбером. Очень эффектный был момент, очень красивый должен был бы быть вот этот мув с ультимейтом Питлорда. Это, ты знаешь, возможно, первый раз, когда я вижу в новом патче вот эту вот реализацию ультимейта Питлорда именно вот на атаку. До этого мы с тобой видели, как его красиво использовали на защиту, чтобы вернуться на базу, чтобы уйти из драки. Здесь обратная ситуация. Ну, это не выгорело, конечно. Ребята ничего не снесли, но было красиво. Да, ну просто, не знаю, видимо, не в их пользу как-то драка. Ну, плюс БКБшка на ДК очень сильно зарешала. Да, и очень хороший их слэм был, потому что все они стянулись, чтобы зафокусить ДК. В итоге ДК они зафокусили, урона не хватило. Он поражал БКБ, и Шейкер шедеврально влетел просто. Вырубил моментально скандалы, застанил еще двоих его тиммейтов, и все. Драка была проиграна в тот момент. Дезолятор появляется на вивере. Тимвер забирает себе хосту. Тролль. Тролль, который кидает серточку. Тоже неплохой крип. Насколько же бодро ДК ломает здание? Угу. И придется сейчас командилки защищаться. Одной стороны уже нет. Здесь клетка Underlord, да? Питер Флайз. Опять спидпуш ударяется скандал. Мне кажется, Санлайт был бы гораздо эффективнее в этой роли. Ну... С другой стороны, Санлайт и откидывается. Слушай, а скандал сейчас бараки снесет так-то. Да? Скандал сносит милишный барак в миде. А то тем временем теряет Аэгис, Джиггернаут, и вчетвером неплохо дерутся игроки команды. И на базу уже прилетает Шторм Спирит, не отпускают Шейкера, Экзотис Билл. Да ладно! Есть ультимейт Питлорда, чтобы прилететь туда, на базу противника. И этим они и будут сейчас заниматься. Все-таки убил. Убил катапульту Дабл-Джи. Убил катапульту и заставили выкупиться Дазла. Слишком жадный, знаешь? Слишком жадный был телепорт. Возможно, стоило на предыдущий вейв лететь. Не сразу, не в наглую. Вот так вот. Ну, ничего страшного. Все равно более-менее адекватный размен получился. Потому что теперь минус по стороне, знаешь, у каждой команды. И минус Т3 тоже. Андерлорд настолько настакал пассивку, что у него 345 с руки. Слушай, неплохо. Представь, если бы с этим уроном он прилетел сейчас на вражескую базу. Что было бы с бараками? Ничего. Их бы не было. Их бы не было, да. Первое место по Недворд с тем временем занимает Драгон Найт. У него все хорошо. Мы это видим. На втором месте Шторм Спирит. На третьем Санлайт, который играет на Вивере. На четвертом Джаггернаут в исполнении Экзотик Дир. Ну, а дальше неинтересно. Ничего показательного. Там уже перемежаются лофлейнеры и саппорты между собой. Ну, кстати, почему? Очень показательно то, что, например, у Блавы 10 тысяч Недвордс на четвертой позиции, а у Шейкера 5. Не, ну знаешь, с Блавой все понятно. Он уже это... Он коргирует. Да-да. Нападают на нишу всей толпой. ЛКЮ. Заставляет его провязать БКБ. Здесь оказывается Фанник. Фанник пытается улететь. Наглый УТБ. Почти дочитал телепорт, кстати, но убивает Фаника. Но, кстати, и Шейкером разбираются и крики команды. ЛКЮ. У Скандала слишком мало маны. Два заряда в стиках. Его форстафает Блава. Блава, кстати, с Мидасом. Мне кажется, его скрин форстафнул. А, или скрин. Да-да. Да, в кулдауне форстаф. И вот Скандал регенится, и может быть что-то сможет сделать. Только вот получается Аленс в лицо. Убивают скрина. Приходит сюда уже Санлайт. Очень быстро разбирается с Даззлом. И ДК оказывается тоже под фокусом. Правда, там Тимбер пытался как-то его спасти, но это не спасает. Выбивает, кстати, ГЕМ. Игроки команды ЛКЮ приходят сюда. Экзотик Дир начинает месить Санлайта. Блава откидывает Игнать. Санлайт забрал ГЕМ. Важное вообще приобретение. Очень сильно. Убили скандала, кстати. Да-да-да. Здесь Экзотик Дир убил его, по идее, да? Да, там как было то, что Экзотик Дир, он был... Накинул на него Тимбер. Лотус Орб. Он был в Лотус Орбе. И скандал, недолго думая, просто дал ему Сайленс. Но... И, соответственно, Сайленс сработал на самого шторма. И если... Ну, сейчас посмотрим Драку. Я расскажу это удивительное повествование. Да, тут смотреть нечего. Просто вытирают героев. Ну, да ладно. И сам скандал оказался в Сайленсе. Но если у Джаггера была монта, которую он использовал, снял в себя Сайленс, то скандала не было ничего, чтобы этот Сайленс снять. И Джаггер просто разлетился. Блин, круто. Слушай, ты вот рассказала, я даже почувствовал себя, как говорится, на месте событий. Репортаж. Мы ведем репортаж с нижнего колодца команды Дайер. Где тем временем произошло очень коварное убийство Штурмспилета. Шейкера. А слэм хороший по Виверу, но этого не хватает, чтобы его убить моментально. У Вивера есть еще таймлэпс. Он возвращается, реставрит себе здоровье. Дабл-Джи оказывается под фокусом. Летит тычка в него. Дазл умирает на фонтане тем временем. И разбирается с бараками. Игроки команды ЛКЮ. Приходит сюда также Андерлорд, который добил барак, который стоял на миде. У Драгонайта появляется Мьелдер. Ну и вот уже по вышкам, вообще по зданиям. На миде вроде все было сломано, по-моему. Ну, значит, крипы добили. Я не знаю. Ну, просто Андерлорд пришел с той стороны. И остается Т2. Т2 наверху. И по сторонам сейчас выигрывает именно команда ЛКЮ. Вот так вот. Оказалось, так рано. И так уверенно поднялись на хайграунд именно ребята из Литернейт. Ну, так все переворачивается. Да, именно. Слушай, тем интереснее смотреть, тем ярче игра. 15 тысяч по золоту лидирует ЛКЮ. По опыту все тоже примерно так же. Там 1012. Это отражается и в индивидуальных нетворсах. На первое место выходит Санлайт. На Вивере, ну, на втором, вот только что буквально свапнулись Шторм Спирит и ДК. Четвертый по-прежнему у Джаггернаута. Ну, и, конечно, Блаваусом в Апертуаре опять перефармливает вражеского кора. На этот раз пока что только у Флейнера, но мы уже видели, что он может и мидеров побеждать. Да. Аганим у него появляется, так, к слову. Просто работает Мидос. У Агра есть еще талант, и причем он берется очень рано. Ну, знаешь, я заметил такую прогрессию. В принципе, она довольно логичная. То, что чем позже у тебя появляется талант на получение золота, тем больше золота тебе дают. Ну, это имеет смысл. Ну, да, да, да. Вот. И, в принципе, то, что Угра появился так рано... Ну-ка, ну-ка, бодрый, глиняный парень бежит, чекает Рошана. Рошана никого не находит. С крена просто откидывает камень. Слушай, мне так нравится походка Голева. Он такой прям быдловатый парень, такой переменяет ноги на ногу. Слушай, так мы же вчера замечали... Да, вчера мы замечали это с Каспером, он даже режиссер помнит. Мы сидели просто и заметили то же самое, примерно то же самое описывали. Ну, он такой вот качок в спортивном костюме, ну, на него похож. Реально, ну, он накачанный такой парень. Жду мемов, знаешь, с глиняным големом, где он такой, типа, кто куда, а я на тренировку. Блин. И такой идет в кепочке. Или гифку. Тоже как вариант. Да, гифка будет норм. Так, до Рошана остается ровно 0 секунд. Появляется Рошан. Скандал. Влетает. Кинсвера. Лодусорб. Там был звук проколенки. Так, начинается драка. Умнислэш у нас пошел. Отходят игроки команды LQ, чтобы вообще разобраться, что происходит. Все отходят, кроме Вивера. Потому что Вивера особо не зацепить. Вылетает Скандал. Опять цепляет Вортексом Джиггернаута, на которого повесили Грейв. Джаггер здесь никуда уже не уйдет. Хороший Пит от Фаника, который останавливает Драгон Найта. Разбирается с Дазлом очень быстро. Ниша мало здоровья. Он живет. Кейсер прилетает сюда. Эхо Слэм уже использован. И Драгон Найт также будет рассыпаться. Его подцепили Вортексом. Там вытирают четверку из вражеской команды. Игроки команды LQ. И будут просто Т4 ломать. Да. Я все проверила. Это был звук Линкен Сферы Скандала самого. А. То есть я тоже удивилась. Знаешь, я слышу звук Линки. Понимаю, что она прокнула у кого-то. У кого-нибудь поняла сначала. Байбек от Джиггернаута. Но разве может он что-то прямо жесткое сделать? По всей видимости нет. Трон буквально рассыпается на глазах. На Байбек от Драгон Найта. Пит стоит от Фанника в центре. Скандал может умереть. Но скандал вместо этого убивает вражеского героя. Это был Шейкер. Добил его Вивер. Но там предпоследняя, вернее, тычка летела именно от скандала. Сам Лайт включил БКБ. У него есть, кстати, Дейталус. Что мы уступили? Да. И это ГГ. Ну что сказать? Что тут можно сказать? Поздравляем команду LQ. То, что они проходят в основной этап квалификации на старт серию. Третий сезон Европы. И будут сражаться с очень непростыми коллективами. Скажу это сразу. Да. Возможно, мы даже увидим матч Team Empire 2012 против Team Empire 2016. И много других увлекательных игр. Ну и пользуясь случаем, объявляем о наборе новых аналитиков, наверное. Потому что наши, возможно, переквалифицируются в игроков теперь. Да. Поэтому пишите письма на слоты аналитиков. Да. Будем завершать, наверное, сегодняшний эфир. Напоминаем вам, что вас ждут еще и китайские квалификации, которые еще не закончены. Да, завтра в 10 утра. Да, квалификации SEA. И также второй раунд, скажем так. Вторая схватка вот этих вот европейских открытых квалификаций, которые пройдут сначала. Я думаю, что еще попробуют отобраться туда Каманч, попробуют отобраться и Альтернейт, попробуют отобраться и другие команды. Конечно. Это, знаешь, добрая традиция, которая еще на различных опенквалах, так к тому же Инту, к мажорам зародилась. Что есть две попытки. И эти две попытки все будут использовать по максимуму. И, возможно, даже, знаешь, в разных составах. То есть будут какие-то свапы. Это такое частенько бывает между квалами. Что ж, спасибо, что смотрели. Приходите завтра, вставайте пораньше в 10 утра. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. И под нашими, имею в виду не только социальные сети StarLadder, но вот и наши с Олегом социальные сети. И до новых встреч. Пока. Егеймингбетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сенаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пике и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егеймингбетс. Ты точно знаешь, кто победит.